Я хочу, чтобы меня похоронили по сонне. Мне неприятно даже видеть, как на похоронах занимаются мясоедством с первой минуты смерти покойного. Подскажите, пожалуйста, как правильно по сонне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, должно быть? И что я могу при жизни для этого сделать? Заранее благодарен вам. Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаламу аля Расулиллях. Очень много обычаев у каждого села, у каждого народа свои обычаи при похоронах. Человек умирает, люди недоумершие бывают, они уже ждут, резать бека, или же купить мясо, как кормить гостей, тем более если человек бедный. Столько трудностей бывает, в исламе нет такого. Если человек умер, что с ним надо делать? Надо сперва его омыть, надеть саванн, и делать на него жаназа, и его похоронить. Вот то, что обязан мусульманин делать. А больше этого, которое делается, режут барани, или же быки, три дня туда ходят, раздают сахар, и потом какие-то... Пакеты раздают. Пакеты раздают прямо в кладбище мясо, раздают пакетами. И потом три дня ходят утром, вечером этим людям, кушают там, как свадьба, как будто у них свадьба случилась. Это все является новшеством, это является запрещенным. Если, по сути, как пророк, салава и салам, хоронил своих дочерей, хоронил свою жену, хоронил своего дядя, хоронил своих подвижников, если похороним сейчас, говорят, как этого трупа, как сказать... Избавился. Как мертвичину выкинули, так говорят. Неужели, чем мы, не любил пророк, салава и салам, своих дочерей? Не любил свою жену, которой в каждой трудности помогал, хадиша, ради Аллаху ана, которой при жизни пророк, салава и салам, она умерла. Хамза, который был упором для него, когда шаидом стал. Двух дочерей, свой сын похоронил, внука похоронил, дочерей похоронил пророк, салава и салам. Тысячами сподвижников похоронены при жизни. Никто не делал то, что мы сейчас делаем. Если похоронить, как пророк, салава и салам, хоронил сподвижников, сейчас называют, как будто избавились от мертвичин. Так и прямо так говорят. Как будто ты таким образом проявил неуважение. Уважение бывает, когда мы делаем то, что делал пророк, салава и салам. Они думают, при украшении, чем больше расход, тем лучше. Нет. Некоторые больше плачут, некоторые слишком рудут себе одежду, покажут, как им трудно. Всем трудно, когда их родственники умирают. Но разрешено. Но, если мне надо, говорит пророк, салава и салам, Маллата Малхудуд. Тот, кто царапает свои лица, Вашаккал жьюб, который рудит свои одежды с этого... Шея, да. Тот, у которых одежды рудит. Вашаккал жьюб. Вадааа бедаау аль-джахилия. И кричал, и говорил, джахилизм, которые говорили эти слова. А причитания вот этих? Вот это причитание. Это не из нас, говорит пророк, салава и салам. А те люди, которые это делают, они не из нас? Да, те люди, которые это делают при смерти человека, то их не из нас. Но Ислам тоже не пришел человеческое все чувства, чтобы убивать. Ну, разрешено плакать, разрешено, чтобы слезы пустить, чтобы это, как его... Грустить. Да, грустить. Пророк, салава и салам, когда сын умер, на руках взял, у него, когда сын уже на руках умер, у него слезы пошли, пророк, салава и салам. Сподвижник ему спрашивает, ты тоже плачешь, что ли, когда человек умирает? Он говорит, пророк, салава и салам. Поистине глаза, говорят, слезится, сердце печалится за то, что ты нас оставил, о, Ибрагим, мы печальны. Но мы не говорим ничего, кроме того, что Аллах будет более доволен. Что это? Инна лиллах, ва инна илейхи раджи'ун. Мы от Аллаха и к Нему мы возвращаемся. Это разрешено. И потом недели мы ходим, черным одежим ходим, бегаем, некоторые годовщины делают, 40-дневки делают, 52 дня делают. Это все новшество. Нету ислама такой. Мужчинам нету вообще, как некоторые делают. Жизни борода не бывает. Человек умер, на 40 дней борода не броет. Это является харамом. Некоторые для уважения, это мой хороший друг был, 7 дней борода не побрил. Это ничего не поможет. Это ты делаешь беда, а даже это харам ты это делаешь. Это все откуда пришло. Каждый, кто-то приходит, что-то добавляет от себя. Считает это уважением. Нету мужчинам никакого, как это называют, когда человек умер, за ним печалится 3 дня, 7 дней, траур. Мужчинам траура нету. Похоронил, все, заканчивается. Женщинам разрешено 3 дня. Отец умер, брат умер, сын умер. Кто бы ни умер, женщинам разрешено 3 дня траура сидеть. Кроме жены, она 4 месяца и 10 дней. Если муж умирает. Если муж умирает, жена же, я имею в виду. Жена, если муж умер, 4 месяца и 10 дней. Остальным 3 дня только. У нас там земные ходят, утром, вечером холод, зима нет. Ходит кладбище, а тут возвращается домой, ходит. Если это не пошло, человек становится или же ваххабистом, или плохим, или уважением не делал. Если это не делал, человек скажет, ты своего отца не уважал. Неужели чем мы не любили сподвижников своих родителей? Пророк, который любил своих дочерей, любил своих жен, он тоже так же поступал. Который Аллах приказал в Куране, как с родителями относиться. Мы завещали человеку, чтобы хорошего отношения быть. В другом аяте говорит, Аллах, суд, хукму сделал Аллах, чтобы не поклонялись кроме единого Аллаха. Вместе с ним, напомню, родители сказали, На второе место поставил. С родителем хорошим отношением быть. Неужели сподвижники не соблюдали эти аяты, когда их отцу, родители, матери хоронили? Неужели они не уважали своих родителей? Неужели они этот аят не знали, это сподвижники? Следить за пророком является уважением к родителям. Хоронить, как похоронил пророк, молиться, как молился пророк. После смерти хоронил, как хоронил пророк. Спрашивают, что они могут делать? Должен каждый завещание делать, чтобы его хоронили, как хоронил пророк. Уже, даже смешно, но буду говорить. Имам сам спрашивает, как уже в некоторых селах умирает, который чуть-чуть придерживает человека. Этот бедальщик отходит, они посунули, хоронят. Их человек умирает, они все это делают. Им спрашивают, пророк это делал? Нет, не делал. Если пророк не делал, сподвижники не делали, ты лучше, что ли, чем пророк? Некоторые говорят, что там плохого мы делаем? Плохого вы делаете, не следуйте за пророком, саллиллаху али-васалам. Неужели религия нам пророк, саллиллаху али-васалам, не донес? То, что нам нужно, все донес, что пророк, саллиллаху али-васалам, даже туалет, как зайти из туалета, как выйти? Из-за этого все счастье мусульманина следует за пророком, саллиллаху али-васалам. Самое лучшее благо следует за предками нашими, за сподвижниками, табиинами, праведных имамов. Все плохое, новшество, которое пришло после них, после наших предков, за это братья мусульмане, следует за пророком, саллиллаху али-васалам, будете вы счастливы в этом дуне, в ахирате, валлаху али-васалам. Саллиллаху али-васалам. Саллиллаху али-васалам. Саллиллаху али-васалам.